Главным информационным поводом пресс-конференции по проведению массовых проверок газового оборудования в домах жителей региона стало то, что основной докладчик, гендиректор «Газпром» Межрегионгаз Сергей Мазалов, на встречу со СМИ не явился. Отдуваться перед журналистами пришлось ньюсмейкерам от МЧС и региональной жилинспекции. Но для них газовые вопросы, что называется, не по профилю. В планах проверки после трагедии на Минской около 70 тысяч квартир. Рейды специалисты газовой службы проводят вместе с пожарным надзором и полицией. Обследовано 9967 квартир. За нарушение требований при эксплуатации газового оборудования от газоснабжения в квартирах отключено 612 приборов газового оборудования. Для организации ежедневных рейдовых мероприятий задействовалось до 60 человек личного состава. Жилищная инспекция проводит свои рейды, проверяют деятельность управляющих компаний в части содержания общедомового газового оборудования, а также организацию технического обслуживания дымовых и вентиляционных каналов. Более чем в 500 домах отсутствуют договоры ВДГО. 338 из этих домов уже проверены. Назначено 69 проверок. Обращаю внимание, проверки по количествам субъектов, а не по количествам домов, потому что у управляющей компании может быть несколько домов управления из этого списка. Так вот, значит, из этих 69 сегодня уже 31 проверка завершена, выдано 18 предписаний, возбуждено 26 административных дел. Еще 38 проверок на стадии завершения. Еще в двух сотнях домов устанавливают субъекты проверки ЖСК, ТСЖ и непосредственная форма управления. Федеральные законодатели рассматривают проект об усилении ответственности за нарушение содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Штрафы для должностных и юридических лиц увеличатся в разы. Появятся новые санкции за ненадлежащее качество газовых работ, уклонение от заключения договоров ВДГО, отказ в допуске специалиста и уклонение от замены обследованного оборудования в случае необходимости. Законопроект уже прошел три чтения.